МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем живут политические партии за Уралию, узнаете из программы Форум в студии Юрий Пестерев. Здравствуйте. На дворе сентябрь и областные парламентарии приступили к своей очередной осенней сессии. В среду в стенах Думы прошло собрание председателей всех фракций. Политики прослушали план своей работы на ближайшее время. Чем будут заниматься зауральские единороссы, нам рассказал Владимир Казаков. Фракция также работает по своему собственному плану, который является структурной частью в том числе и плана Курганской областной Думы по основным направлениям. Если говорить о каких-то резонансных, скажем, вещах, которые в ближайшее время могут вызвать какие-то активные разногласия, я думаю, что наверняка будут вопросы в части формирования бюджета на 2013 год, потому что мы знаем, что существуют определенные сложности, и наверняка уровень тех заявок, который будет, он, наверное, будет несовместим с возможностями, с предполагаемыми возможностями экономики Курганской области. И исходя из этого, наверняка появятся точки разногласий при формировании бюджета. На совещании со спикером областного парламента присутствовал и председатель Совета Курганского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия», депутат Курганской областной думы Виктор Семенов. На какие вопросы фракция социалистов уделит особое внимание в течение осенней сессии, Виктор Анатольевич рассказал нашей съемочной группе. «Естественно, осенняя сессия всегда отличается от весенней тем, что мы принимаем основные законы, это бюджет, это программа социально-экономического развития, и, в принципе, конечно, очень важно, я считаю, что будут приниматься законы и по выборам губернатора, в которых мы принимаем их в дебатах, участие активно, и ведем вообще всегда дискуссию на эту тему. Это будет и закон о детях-сиротах, которые тоже будут пересматриваться и дополняться, соответственно, те законы, которые социально важны. Но мы, как фракция «Справедливая Россия», естественно, те социальные вопросы, которые в Курганской области важны, мы всегда обсуждаем, мы принимаем яркое и своевременное участие в дискуссиях и считаем, что наше мнение всегда услышано и отражено в наших законодательных актах, которые мы принимаем в областной думе». Свою точку зрения по каждому законопроекту Курганской областной думы пообещал отстаивать член Курганского регионального отделения Либеральной демократической партии России депутат Юрий Ярушин. «Мы по некоторым уже начали определенную работу в фракции, потому что, несмотря на вот эти каникулы депутатские, мы как бы не отдыхали, мы работали, ездили по региону, по муниципальным образованиям. Вот. Ну, основной документ – это бюджет. И понятно, что мы его будем рассматривать тщательно, все просматривать, все статьи, все рассматривать какие-то заявки, потому что депутатам одномоддатников в какой-то степени где-то проще настаивать взгляды своего округа, да. А те депутаты, которые прошли именно по партийным спискам, им гораздо сложнее это все, потому что они в основном отвечают за всю Курганскую область, да. И, конечно, хочется, чтобы все вопросы я хватил, но раз я являюсь заместителем председателя комитета специальной политики, да, мне, конечно, ближе, чтобы, опять же, больше вопросов решалось не только экономике, но и социальной направленности, да». Коммунисты давно готовы к плодотворной работе. Об этом рассказал первый секретарь обкома КПРФ Василий Кислицын. Он пообещал, в течение осени фракция КПРФ примет участие в обсуждении всех социально и экономически значимых вопросов. «Фракция КПРФ готова к работе, потому что предстоящая сессия будет достаточно напряженной. Ну, достаточно сказать, что осенью обычно рассматривается программа развития социально-экономического Курганской области и бюджет области. Кроме других вопросов их будет достаточно много. И понятно, что каждая фракция, она примет участие в этой работе. Но, кроме того, у нас, конечно, есть определенные темы, которые в рамках даже общих проблем, они как бы выделяются. Ну, я сегодня говорил о том, что, в частности, эта проблема связана с положением сельских товаропроизводителей, особенно в условиях засухи и тех мер, которые будут приниматься. Осень, горячий сезон и с точки зрения повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги». Глава Заурали Олег Богомолов совершил очередную рабочую поездку по Кургану с целью контроля за ведущимися в областном центре работами по благоустройству и ремонту дорог. Что уже сделано городскими властями и что еще предстоит сделать, расскажем прямо сейчас. В ходе трехчасового объезда улиц Кургана губернатор посмотрел, как проходит ремонт дорожного полотна по улице Томина на участке от Гоголя до Кулимиготина, на улице Володарского на участке от Кулимиготина до Станционной. Оценил ход работ на улице Половинской и в 6-м А микрорайоне. «Мы сегодня видим с вами ряд уголков города Кургана, которые приведены в порядок, где сделаны хорошие дороги, тротуары, благоустройство. Но еще нужно доделывать, еще нужно сделать озеленение, нужно сегодня посеять газоны и так далее. Но большие, общие работы такие, масштабные, они сегодня выполнены. Сегодня остается доработать за озерном микрорайоне, сегодня у нас улица Томина, от Кулимиготина до улицы Гоголя еще большой объем предстоит сделать. Но я думаю, что мы успеем это все решить». В целом, по словам Олега Богомолова, он остался доволен качеством проводимого в городе ремонта. Но это не помешало ему сделать ряд замечаний представителям администрации Кургана и дорожным службам. Так, в районе школы номер 36, вдоль которой сделана новая дорога, губернатор поручил установить двух лежачих полицейских, чтобы обезопасить школьников во время движения автотранспорта по этому участку дороги. Кроме того, глава Заураля поручил руководству данного учебного заведения вплотную заняться благоустройством, прилегающей к школе территории, включая стадион. Также, по согласованию с губернатором, деревья, растущие вдоль улицы Томина, на околообластной больнице и соседних с ней домов вырублены не будут. Расширение дороги произойдет за счет переноса опор освещения на противоположные от больницы стороне. Что же касается участка от улицы Гоголя до Карломаркса, то здесь дорогу отремонтируют в 2013 году. Мы в этом году хотели сделать еще один участок улицы Томина от Гоголя до Карломаркса и продолжать работу, но сегодня водоканал проинформировал, что коллектор и водовод на этом участке находятся в аварийном состоянии, поэтому заходить на эту улицу мы не будем. На будущий год сначала переложим конденсационный коллектор, переложим водовод, переложим на улицы Карломаркса от улицы Володарского до Томина, и весь этот участок будем в следующий год приводить в порядок. Сделаем еще один квартал расширения улицы Карломаркса, хотим, чтобы эта магистраль у нас тоже заработала от улицы Красина до улицы Ленина. Губернатор побывал и на улице Половинской с кольцевым движением в районе швейной фирмы. Здесь, по мнению Олега Богомолова, необходимо сделать газоны и посадить цветы, а также разбить небольшой сквер у здания издательства Зауралия. Новая дорога между 6-м А и 6-м микрорайонами в Заозерном жилом массиве тоже близка к завершению. В течение лета на этом объекте работали не только дорожники, но и коммунальщики, которые положили под дорожным полотном новые коммуникации. В настоящее время ведется укладка асфальта. Подводя итоги своей поездки по городу, глава Зауралия подчеркнул, что практически все поручения, которые давались им в ходе предыдущего объезда 25 июля, выполнены. На этом наш выпуск завершен. До встречи на форуме ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин